В рамках краевой профилактической акции анапскими врачами было выявлено 8 подозрений на рак молочных желез. И 5 из них подтвердились. Сейчас эти женщины направлены на дальнейшее обследование и лечение в краевую больницу. Врачи говорят, серьезных последствий можно избежать, если диагностировать болезнь на ранней стадии. Для этого в поликлинике работает мамологический кабинет. Все даже 5, которые мы выявили рак молочных желез, они даже не подозревали, что у них есть какая-то проблема с молочными железами. Вот такая ситуация говорит об актуальности обследования именно женщин на предмет заболеваний молочных желез. Также для ранней диагностики на вооружении Анапской поликлиники есть аппарат УЗИ и специальный мамограф, который позволяет выявить любые патологические образования в молочных железах. Рекомендуется всем женщинам до 40 лет проходить УЗИ-обследование, а после 40 лет мамографию. Хотя бы раз в два года. При появлении каких-то сомнений, подозрений у женщины лучше обратиться к специалистам. Пополнять медицинскую отрасль востребованными узкими специалистами – важная задача, поставленная главой города. И она постепенно выполняется. Только за последнее время в Анапском здравоохранении появились ревматолог, нефролог, эндокринолог и пульмонолог. В планах пополнить штат геронтологам и расширить палеотивную помощь. Узким специалистам предоставляются весьма солидные преференции – компенсация за аренду квартиры или участие семьи врачей в муниципальной программе по предоставлению жилья за счет бюджета. Сегодня по поручению главы города будут меняться и сами подходы. Развивать необходимо не только плановую, но и экстренную помощь. Прием пациентов переведут в круглосуточный и ежедневный режим. Но для оказания такой квалифицированной помощи необходимы и высококлассные специалисты. Для них, по словам главного врача горбольницы, предусмотрены особые условия. Мы решили действительно уделить больше внимания специалистам, оказывающим экстренную медицинскую помощь, особенно в стационарных условиях. В связи с чем и возникла идея пересмотреть квалификационные требования к врачам, терапевтам, в первую очередь неврологам, которые будут оказывать экстренную медицинскую помощь в условиях приемного отделения. Для этого после обсуждения совместно с администрацией муниципального образования и управления здравоохранением было решено установить минимальную заработную плату в размере 50 тысяч рублей. И дополнительно к тем мерам социальной поддержки, которые я ранее перечислял. И, конечно же, не за просто так отдавать эти деньги, не за факт наличия на рабочем месте, а исходя из определенных критерий, качества оказания медицинской помощи, соблюдения этики и диантологии, профессиональных навыков, знаний и умения применять эти знания. Я думаю, что это новое и интересное решение сложившейся ситуации оказания помощи, когда в течение десятилетий на приемном покое ничего не меняется. Такая ситуация сложилась во многих больницах. И мне кажется, что Анапа все-таки крупное муниципальное образование. И нам надо меняться, надо начинать быть большим городом.